Казахстан столкнулся с возможностью дефицита горючих смазочных материалов. На правительственном часе министр энергетики Алмас Адам Садкалиев заявил, что для покрытия дефицита и обеспечения энергетической независимости необходима модернизация отрасли, которая требует значительных финансовых вложений. Дефицит, да, прогнозируется по нефтепродуктам. Для покрытия дефицита и обеспечения энергетической независимости проводится работа по модернизации инфраструктуры. Для осуществления модернизации необходимо вливать средства в отрасль. По словам министра, цены на топливо в Казахстане зависят от внутреннего рынка нефти. Сейчас можно сказать, что цены на нефть на внутреннем рынке самые низкие по сравнению с соседними странами. Цены на нефтепродукты также низкие. Но если рынок откроется, наши продукты разойдутся, и в результате цены на горючие смазочные материалы могут резко возрасти. Однако жители Шимкента, такие как Бахтиярат Амуратов, считают, что цены уже достаточно высоки. «Дефициты сейчас не наблюдаются, бензин есть. Но если он подорожает, куда ещё дороже. И так всё дорого, а заработные платы не растут. Сейчас цены нормальные, так бы и оставалось». Водители отмечают, что на некоторых заправках наблюдается очереди, но они выступают категорически против дальнейшего роста цен. «Я не думаю, что это правильно. Мы против». «Куда ещё дороже? Так не должно быть». «Нынешние цены ещё терпимые. Но если они вырастут, нам будет тяжело». Между тем министр энергетики сообщил, что с начала года переработка нефти составила 15,1 миллиона тонн. До конца 2024 года этот показатель планируется довести до 17,9 миллиона тонн. Шана Руоразова, Александр Крапивкин, информационная служба телекомпании «Отрар».